Биоразнообразие сейчас стало на слуху, так принято говорить в обиходе. Главным образом, потому что это сделали политики. Вот политики, слава богу, собрали в Северо-де-Жанейро и заключили конвенцию, потому что биоразнообразие надо сохранять или там не уничтожать. Или уничтожать потихоньку. Да, или уничтожать потихоньку. А вообще говоря, зоологи, ботаники, не только зоологи, ботаники, биологи всю жизнь занимаются биоразнообразием. То есть разнообразие живых организмов, разнообразие живых структур. Это все есть биоразнообразие, это есть предмет изучения целой армии биологов. Пока что никто не отменил законы эволюции. И для того, чтобы эволюция была, но ее так проследить невозможно, каждый день это не наблюдается. А то нужно еще это выбирать. Выбирать можно только, когда есть разнообразие. Если нет, то ничего нет. Нечего выбирать, движение невозможно. Вот, поэтому отговорить, вернее принято говорить там о видовом разнообразии животных, видовом разнообразии растений. Но оно обеспечивается еще внутренним, скажем, генетическим разнообразием. А можно говорить о разнообразии более сложных структур, скажем, разнообразии популяций животных, разнообразии сообществ животных. Сейчас принято еще говорить о разнообразии экосистем. Ну вот мы, например, даже вот здесь собрались представители одного и того же вида, но принадлежат к двум достаточно ярко очерченным популяциям, скажем, питерской и московской, за которыми закоплены даже определенные поведенческие различия, скажем так. Вот вам уже самый небольшой пример разнообразия. Говоря уже, да, о национальных корнях, которые дают определенную генетическую подложку. Да, конечно. Но это вот, видимо, вообще биологические объекты, и жизнь в такой форме, как она сложилась на Земле, без разнообразия вообще невозможно. Вот эта данность, которая нам дана так, что не может живое на Земле существовать в форме одного вида. Это не солярис, скажем так. Но все-таки вот существует такой биологический термин, по-моему, воронка отбора, да? Это когда определенные виды или родственные виды начинают резко сокращаться. Как популяция их сокращается, так и разнообразие сокращается. И дальше они либо погибают, либо выживают, но уже в каком-то другом виде. На сегодняшний день биологическое разнообразие всех живых существ на планете, включая бактерии, грибы, животные. Вот у меня там хорошая подсказка появилась за вашей спиной. Это самое большое разнообразие живых существ, которые когда-либо обитало на Земле, потому что у обывателя, вот у меня в том числе, есть некая схема эволюционного прогресса, да? Вот было мало, потом их стало больше, они стали разнообразие. Кто-то вымер, но кто-то еще и размножился. Их все больше, больше и больше. То есть, грубо говоря, если представлять себе Землю там сотни миллионов лет назад, не было такого биологического разнообразия. Или я заблуждаюсь? Ну, так сказать, нельзя. Значит, в биологии не бывает ничего одинакового. Нету двух одинаковых особей, нету двух одинаковых людей, нету, невозможно, они чем-то отличаются. Обязательно. Вот. Что касается много или мало. Ну вот, можно сказать, что, скажем, слонов мало, потому что видов слонов мало. И описывать новый вид слона, ну, практически невозможно. Но каждый день энтомологи, это те, которые занимаются насекомыми, или те, которые занимаются, скажем, ну, вот, простейшими там организмами, или, ну, как сказать, водорослями, вот, они описывают каждый день новые виды. Поэтому сказать о том, что было много, стало мало, это невозможно. Каждый день описываются новые виды. Описать новый вид слова невозможно. А описать новый вид кого-либо жука, это запросто. Их записывают десятками, сотнями. И кто его знает, когда было больше, когда было меньше. Дело в том, что палеонтологическая летопись не так уже и подробна. С тем, чтобы сказать, что в июле тогда было там, ну, не знаю, там, миллион видов, а теперь вот стало там полмиллиона. Такого сказать нельзя. Потому что сейчас описываются новые виды всё время. И одновременно с этим ряд видов уничтожается, уходит, исчезает. Исчезает в том числе и под действием человеческой активности, но и в том числе под действием окружающей среды без всякого человека. Это нормальный процесс развития. И именно неостановимость этого процесса вот встречается тем, что разнообразие всегда существовало. Какие-нибудь покрытосеменные, где-то там в меловом периоде, вроде бы, были не процветающие группы, были совсем другие растения. На Земле доминировали совсем другие растения. А вот изменилось всё. По каким причинам, мы не очень знаем. Но теперь мы имеем, ну, другую картину разнообразия. Но всё равно разнообразие. Всё равно мы к нему приходим. Предметом этим, который называется биологическим, который вот сейчас мы назвали биологическое разнообразие, биологи занимаются давно. И, скажем так, ну, на полностью такой научной основе, это где-то с конца 18 века. И все те многочисленные коллекции, которые собраны тогда, вот, может быть, особенностью этой области, что все эти работы сохраняют для нас актуальность до сих пор. Если, может быть, для физика, ну, какая-то работа, публикованная в конце 18 века, начале 19, она, ну, представляет исключительно исторический интерес, то для нас нет... Да, конечно, многое меняется, многое движется вперёд, но, тем не менее, та научная информация, которая заложена в латинском диагнозе, скажем, описание российских просторов академика Паласа, когда он впервые посетил многие те места, где до этого натуралисты не бывали. Вот вам самый первый, не первый, но один из характерных примеров изучения биологического разнообразия. Хотя, с моей точки зрения, есть, наверное, какие-то вопросы, на которые, ну, относятся к предмету нашего разговора, на которые достаточно сложно даже и специалистам дать ответы. Вот почему, вот почему насекомых много, а слонов, вот, много видов насекомых, а слонов, вот, мало. Почему, если взять растительное, царство растений, почему, например, семейство орхидных даёт, ну, в тропиках особенно, потрясающее разнообразие, причём очень коэволюционно связанное с насекомыми опылителями. А вот другие виды, другие группы, тоже такого же ранга семейств, их значительно меньше. И это не вполне ясно, почему так происходит. И, может быть, на основании тех знаний, которые мы постепенно, очень медленно, но вот, наверное, так предмет заставляет, накапливается, мы и рано или поздно поймём, почему разнообразие такое и не иное. Ну, вот, например, почему у млекопитающих, вот зелёных млекопитающих не бывает, насколько я знаю. Да, ну, пока неизвестно. Да, вот неизвестно. А ведь как хорошо было бы в листве прятаться. Вот, значит, есть какие-то законы, которые вот на каком-то этапе эволюция это запретила. Вот как-то так вот произошло. Вот именно, ну, вот ещё непредсказуемость этого развития, это тоже существенный, я бы сказал, аспект той проблемы, которую мы обсуждаем. Почему мало там слонов и много? Это самый главный вопрос, но он относится скорее к вопросу экологии. Потому что всё это биологическое, все виды, они не живут в каких-то непонятных пространствах. Они живут вполне в нормальных экологических системах. Вот они строят и создают эти экологические системы. Они в них живут, они очень развиваются. Если вот так вот, ну, просто по бытовому сказать, то каждому там зверьку или каждому растению должно быть своё место там в этой системе. И это место чем определяется? Это один из возможных вариантов. Не значит, что это ответ вот на очень интересный поставленный вопрос. Один из возможных. Дело в том, что все живые организмы, в отличие от неживых организмов, они существуют только потому, и живут только потому, что они всё время разлагаются. То есть они всё время, происходит процессы окисления, процессы метаболизма, они разрушают органическое вещество. И ещё Гёте сказал, что мы живём-то потому, что мы разрушаемся. Вот в этом отличие жизни от нежизни. Поэтому каждое живое существо имеет свои внутренние метаболические особенности, и они определяются. Масса этого вещества. Чем больше масса этого животного или этого растения, тем больше у него скорость обмена. Вот скорость обмена, то есть скорость метаболических процессов, пропорциональна массе. И чем меньше оно, тем меньше у него скорость процессов. Но с другой стороны, если мы возьмём и отнесём это к единице масс, вот эти процессы метаболические, то есть мы будем заниматься интенсивностью обмена, вот этого внутреннего обмена, то окажется, что у мелких интенсивность обмена больше, чем у крупных. То есть они за единицу массы делают значительно больше, вращают органическое вещество, чем крупные животные. Масса для живых организмов, она есть мера интенсивности обмена. Она одновременно, как и в физике, есть масса, как мера инерции и гравитации, потому что массу мы никуда не можем идти физически, так? Но она есть ещё мера обмена, то, чего нет у живой природы. Вот отсюда может быть понимание различий, разнообразие. И отсюда становятся очень важные вопросы, связанные с экологией. Вот на этом я пока замолчу. Да, Александр Федорович как эколог переводит всё на уровень сообщества, а я как систематик всё-таки переведу, наверное, на уровень вида. Хотя спор вот этот вот в какой-то степени беспредметен, потому что тоже самое биологическое разнообразие можно, ну, в самой, наверное, общей форме определить, как разнообразие организмов и их сочетаний. Вот Александр Федорович больше любит говорить про их сочетание, а, значит, вот систематик растений и животных, который работает с какой-то определённой группой, он всё-таки больше внимания уделяет виду. И опять обратимся к классикам. Вот тот же Карл Мене писал, что именно систематики, ботаническая наука, ну, это относится и к зоологии, обязана достоверностью и блеском, как он тогда выразился. Вот. И, конечно, здесь проблема, наверное, состоит в том, что вот обычно, что всю группу, которой занимаешься, ну, иногда даже просто за жизнь, за время, отпущенное исследователю, по крайней мере, за рабочее его время, достаточно сложно познать, а полностью понять разнообразие какой-то группы можно, но исследовав её не в пределах каких-то политических границ, в пределах государств, что, ну, более-менее возможно, а в полном объёме, что уже не так легко, для чего необходимы дальние экспедиции, посещение коллекций каких-то очень важных для познания этой группы. Для того, чтобы разобраться, как мы говорим, в какой-то систематической группе, ну, желательно бы посетить все пять континентов, и особенно для таких групп, которые там распространены, желательно бы все виды, которыми интересуешься, увидеть в природе, вот в тех самых экосистемах, о которых говорил Александр Фёдорович. Вот, и желательно бы ещё... Последний русский, который это сделал, был, по-моему, Николай Вавилов. Ну, почему? Удаётся и сейчас, и сейчас мы продолжаем экспедиции в тропических странах, и я могу сказать, что вот совсем недавнее открытие наших ботаников, это новый род голосеменных, ну, вот, найденный в северном Вьетнаме, нашей экспедиции совместной с вьетнамцами, вот, как раз, между прочим, растение, которое активно уничтожается местным населением из-за хорошей древесины. Как назвали вы его? Золотой кипарис вьетнамский, ксантоциперус вьетноменза. Ну, англичане назвали. Специалист, кстати, назвал это специалист по данной группе, который работает в Королевском ботаническом саду в Киеве. Вот, ну, вот о чём идёт речь, что один из уровней познания биоразнообразия, это всё-таки видовой уровень, и желательно, ну, вот это всё разнообразие рано или поздно каким-то образом познать. А познание заключается, в общем-то, в научную публикацию, ну, в публикацию специальных монографий, публикацию статей, которые посвящены какой-то определённой группе животных и растений, и которые иногда связаны, но не только, я бы так сказал, с чисто научными методами познания, потому что вот у нас часто встречается такое, что вот он хорошо разбирается, там, не знаю, в злаках, или он разбирается, она разбирается в листоедах. То есть специалист по данной группе, он иногда оперирует не столько описаниями каких-то научных терминов, сколько образом того организма, с которым работает. И вот в этом где-то, ну, это одновременно и научный профессионализм, и какой-то, может, даже элемент искусства в нашей работе. Уж романтики-то точно. Скажите, пожалуйста, количество видов на Земле всё-таки ограничено? Это конечное число? Ну, конечно, на данный момент времени. Ну да. Потому что завтра придётся стиматика, которая откроет новые виды. Нет, ну вот продолжается. Нет, количество не тех видов, которые уже описаны, которые мы знаем, а вообще количество видов, ведь конечное на данный момент. Ну, понимаете, всё конечное в этом мире. Понятно. То есть мы не знаем там, ну, скажем, 20%, самые там любые предположения, 30% ещё не описано. Но они будут описаны, верно ли? Ну, может быть, и не будут. Будем надеяться, что они будут описаны. Это вообще всё не так просто. Потому что вот, хотя Дмитрий Викторович сказал, что я там в экологию, я специально ушёл в экологию. Но на самом деле я, на самом деле, тоже не систематик, так что я не могу сказать, что систематик, но за моими плечами стоит зоологический институт, как за его плечами ботанический институт стоит, где сидят систематики растений у них. Растения у нас животных, которые специалисты по отдельным группам. Значит, задаётся вопрос. Вот всякие там люди занимаются какими-то там жучками, паучками, развлекаются для себя, ну, вот так вот, понимаете, вот такие какие-нибудь безделушечки занимаются. Любопытно, но это их личное развлечение. Вот. Ну, во-первых, всякое познание есть в развлечении того человека, который хочет познать. Это само собой. Но даже не в этом дело. Дело в том, что если мы не будем знать этих животных, если мы не будем знать, как оно отличается от другого, мы не можем их отличить, и не можем вам рассказать, и не можем дать вам возможность различить вам, не специалисту одного, а другого, то тогда мы неизвестно, чем занимаемся, но мы этим занимаемся. Наши систематики, они, разрабатывая группы животных, создают называемые определители, там, растения или животных, или пишут тома фауны или флоры, вот они флоры, а мы фауны. У нас, слава богу, фауны больше 150 томов издано, и определители больше 100 томов этих животных издано. В последнее время появилась такая тенденция, на Западе она очень вспыхнула, большим таким цветом пошла. Это вот молекулярно-генетические методы. Что вот мы, когда познаем молекулярное устройство животных, сможем разбираться в их геномах, в их генетике, тогда мы легко будем отличать один вид от другого, они там все распросят. При первом таком, очень сабельном наскоке, Чапаевском, так оно и было. Но теперь оказалось, что без этих традиционных систематиков растений или животных, ничего сделать нельзя. Потому что, образно говоря, вот нужно знать, на чей лоб, повесить эту этикетку, этого... Мы должны сказать, да, это вот это животное, а это его геном. Вот это нужно соотнести одно с другим. И поэтому вот представление о том, что молекулярно-генетические методы решат все вопросы сложного понимания биологического разнообразия, оказались не очень, прошли легко. И сейчас уже, да, вот на Западе что? Когда вот это начало развиваться, то они стали сокращать систематику. И в Британском музее уничтожили почти всех систематиков. Во Франции, в Французском музее уничтожили. Сейчас они начинают возрождать систематику. А из нашего института идут запросы. Вот человека пришлите к нам, он будет там, не знаю, полгода, год работать только для того, чтобы он определял виды. Без всякой молекулярной генетики. Просто, чтобы он определял виды. А они там будут делать молекулярные дела какие-то. Ну, здесь есть еще, пожалуй, вот, говоря о молекулярных вещах, я хотел бы затронуть два момента. Это отнюдь не значит, что мы там противопоставляем себя, что только мы все знаем. Но сейчас, видимо, складывается вот в этой области нечто такое, что происходило, может быть, в физике начала 20 века, когда оказалось, что там свет, это вот вроде бы как и волна, и как ускулы, так и здесь. По данным, скажем так, традиционных наших методов, получаются несколько там одни эволюционные взаимоотношения. Молекулярные методы когда-то это подтверждают, когда-то нет. Нужен какой-то новый синтез, и вот чем плодотворнее это сотрудничество будет, тем, безусловно, лучше. И вот добавляя к тому, что сказал Александр Федорович, я бы хотел отметить, что вот новую лабораторию, новое направление в экспериментальной биологии при всех проблемах создать достаточно, ну, не то чтобы просто, но возможно, были бы деньги. То есть можно закупить оборудование, послать людей на стажировку, где уже что-то похожее делается, и через, ну, разумное время... То есть купить технологии. Да, это разумное время, в общем-то, будет, ну, если не школа научна это направление. Вот все, что связано вот с биоразнообразием, с изучением организмов, здесь так вот просто не сделаешь. Даже если есть деньги, то есть без них совсем плохо, но даже если они есть, тоже это все делается не быстро, потому что, по крайней мере, это должно опираться на очень солидную базу коллекции, понимаете? А если в Зоологическом институте порядка 60 миллионов единиц хранения, а у нас 7 миллионов гербарных листов хранится, которые начали собираться, ну, практически у нас... И у вас, и у нас, начиная от Петра Первого, и все это сохраняет определенную научную актуальность, то можно понять, что здесь так вот все быстро действительно не сделать. Но зато результат действует дольше. В экспериментальных науках статья, ну, достаточно быстро устаревает. Здесь хорошо сделанная монография по какой-то группе растений и животных, она служит очень долго. Многие очень серьезные заболевания, очень серьезные, такие, скажем, как калиремия, чума, энцефалит, малярия. Они переносятся, и многие паразитарные болезни, амебоидные всякие паразитарные болезни, которые смертельны для человека, они переносятся только животными, и только через животных. И нам нужно знать, как это все происходит. Многие паразитарные заболевания переносятся, умеют очень сложный цикл. Например, вот он там, скажем, корову там выбрасывает яйца паразита, он развивается, он развелся, он должен попасть в моллюска, из моллюска он должен попасть в птицу, из птицы он должен попасть в корову или в человека. Вот такой сложный цикл. Этот цикл нужно знать, на каком этапе его нужно порвать и кто его может порвать. Вот это могут сделать только специалисты-зоологи, зная, что вот этот вид называется так-то, и он выглядит так-то, а этот вид называется так-то, и он выглядит так-то. И это отличается тем-то тем, и как он живет. Это очень серьезные вещи. Простите, задам вопрос, с Вашего позволения. Мы в программе обычно не реагируем на злобу дня, информационного повода не ищем, но вот недавно прошла традиционная операция первоцвета. Это когда дядик и тетик на разных южных вокзалах страны хватаются чемоданами, набитыми видами растений, которые внесены в Красную книгу. Почему это метод борьбы за выживание видов, я не понимаю, потому что растения уже жизнерешены, их уже сорвали и перевезли куда-то. Почему это метод борьбы с людьми, которые это делают, я с трудом, но могу понять. А что такое Красная книга? Мы на самом деле можем приложить усилия по сохранению какого-нибудь вида? Или это наша высокомерие все-таки говорит нас, что, ах, мы можем и уничтожить, а можем и оставить для потом? Конечно, можем сохранить, и Красные книги, безусловно, нужны. И дядек и тетек останавливать надо, и это нам, может быть, назвать немножко другими словами, это, скажем так, должно называться регулированием использования растительных ресурсов. Потому что красиво цветущие растения – это тоже ресурс. Красивая красота в доме – это тоже ресурс. И, конечно, хищнический сбор растений, особенно, скажем так, с луковицами, может привести к исчезновению этого вида в Кавказе, скажем. Но, вот то, что уже говорилось ранее, каждый организм существует только в его среде обитания. И когда мы создаем Красную книгу, когда мы пишем, что этот вид следует охранять, то, как правило, лишь для очень узкой группы организмов вот такие прямые меры охраны являются действиями. Ну, где-то запрет охоты, где-то вот ограничения, значительно чаще и продуктивнее – это сохранение места обитания. То есть для успеха того, для чего создаются Красные книги, значительно более эффективным является неосушение болоток где-нибудь под Москвой, на котором растут редкие виды. Может быть, немножко другой маршрут какой-то магистрали, нефтепровода, чтобы он обогнул места обитания действительно редких видов. Но все-таки, изменяя экосистему, позвольте так сказать, вмешиваясь в отношения между биологическими видами, человек вынужден ведь и за последствия отвечать, то есть регулировать, скажем, численность тех или иных видов, отселять одних от других. А вот на моей памяти такая работа, скажем, в Соединенных Штатах Америки привела к потрясающе, даже к курьезным результатам. В штате Нью-Джерси, где, как шутили, количество охотников превышает количество оленей в 6 или в 7 раз, эти самые олени – здоровые, рослые, красивые, упитанные, да, ну, просто красавцы. В соседнем штате Нью-Йорк, где нет сезонной охоты бесплатного, пятидневного, и количество охотников не такое большое, учитывая территорию штат. Олени дохлые, маленькие, чахлые, потому что их много, они обжирают все и вся, и им просто не хватает-то. Но закон запрещает их отстреливать, потому что, с точки зрения властей штата Нью-Йорка, это негуманно. Ну, в природе есть свои регуляторы. Есть хищники, есть паразиты, которые регулируют численность. Это обязательные регуляторы, поэтому отстрел волков, как раньше думали, скажем, отстрелем всех волков, у нас будет вот громадное стадо лосей, или там каких-то кабанов будет много, или там еще что-то будет много. На самом деле это приводит к тому, что стадо измельчается, потому что хищник отбирает слабого, хищник отбирает больного, хищник отбирает старого. С крепким, здоровым зверем ему не справятся. Вот он не будет справляться, он проще ему, где попроще делать. Но он идет отбор, и поэтому там, где есть хищники в нормальном количестве, они держат в нормальном количестве стадо своих, которые они пасут, и там появляются здоровые крепкие звери. Это всегда так было. Вот, например, тигр, он пасет стадо своих кабанов, и отбирает их потихонечку. Они рождаются, но сейчас это все нарушается человеком. Человек вырубает, кабаны перемещаются, тигр начинает бояться, шарахаться, там, и прочие вещи. Человек, вообще говоря, будет всегда изменять природу. Всегда. Он не может этого не делать, ему там нужно просто перестать строить заводы, там, города, поселки, ну, жить по-другому, перейти в пещеры, там, одеть шкуры, вернуться в первобытное состояние, что невозможно. Человек будет это делать. Самое главное, чтобы человек понимал, до какого предела это можно делать. Но для того, чтобы он понимал, до какого предела нужно делать, нужно, чтобы, вообще-то говоря, люди, которые принимают всякие решения, они помнили, что есть такие люди, как называются ученые, скажем, экологи, зоологи, ботаники, они должны ответить на этот вопрос, сказать, что вот дальше этого предела не нужно. И будет плохо. Да, будет плохо. Готовы к этому ученые или нет, это другой разговор. Вот, вот, скажем, ученые, которые называются, многие экологи, они к этому не готовы, они готовы к разговору. На самом деле, вот эти ученые-экологи, они должны ответить на вопрос, до какого предела можно эксплуатировать экосистему, с тем, чтобы разумно эксплуатировать. Вот, как волк ее, отбирать то, что не нужно, а составлять то, что нужно, и все время она выше собой. Но для этого нужно относиться к науке по-другому. Вот вы сказали про красную книгу, что красная книга, так вот, она имеет совершенно правильность, я сказал. Но на самом деле, красная книга нужна специалистам. Они нужны. А людям нужно другое, то есть это тоже нужно. Но людям нужно общее воспитание. У нас нет общего воспитания. Нету его. У нас есть другое какое-то. Вот идет браконец. Причем браконец-то? Можешь социальными проблемами его решать и прочее. Но браконьеры, они уже доходят до того, что они рубят сук, на котором даже они, браконьеры, сидят. То есть у них уже нету никакого боязни, что завтра это конец. А, говорит, ладно, и все. Это вот нету общего воспитания. Вообще и нету общего биологического воспитания. Или, скажем так, природа пользует им воспитание. Этого нету. Этим никто не занимается. Знаете, вот даже, когда вот на днях тут по телевизору или в газете, я сейчас не помню, по телевизору показывают женщину, которая съедает в день 3 килограмма почвы, земли. Больше она ничего не ест. И она живет. Это невозможно. Потом рассказывают о человеке, который выходит, питается солнечной энергией. Солнечной энергией могут питаться только растениями. Значит, он-то не автотров. У него нет никаких пигментов, которые бы могли превращать солнечную энергию в органическое вещество. Но это пропагандируется. Понимаете, вот мы думаем, что какая передача, как ваша, это очень хорошо. Плохо, что она только ночью. Вот неплохо, было бы хорошо, если бы она шла днем, чтобы дети это слышали. И бабушки это слышали, которые цветы рвут. И не потому, что мы какие-то особо умные, какие-то сейчас умные вещи говорим. Потому что это нужно воспитывать. Вот это вот понимание твоей сопричастности к природе. Ведь человек это что? Человек это животное. Нормальное животное. Имеет нормальное название. Homo sapiens. Это его систематическое положение в мире животных. Homo sapiens. Человек разумный. Вот его название. Со всеми животными, прибамбасами, которые положены. Он размножается, он дышит, он кушает, он пьет. Он, извините, метаболирует. Все он делает. Да? На него наслаживают социальные вещи. Это другой разговор. Но он животное. Он сопричастен с природой. Вот надо понимать, что мы и с природой, мы с природой сопричастны. И мы живем в этой природе. Если мы эту природу будем уничтожать, а где мы будем жить? Там жить будет нельзя. Жить в этих городах, где будет сплошной асфальт, и ничего больше, и питаться синтетической пищей, это невозможно. Мне кажется, иногда еще даже можно заметить, что чем вот хуже в стране с общим состоянием окружающей среды, природы, тем вот на каком-то этапе становится совершенно трепетное отношение к природе. Я всегда говорю, что мне очень нравится, как население, скажем, Южной Англии трепетно относится к немногим сохранившимся местам происрастания диких орхидей. Честное слово, никогда бы не захотел, чтобы вот такое отношение появилось у нас только уже на самой грани. И надо сказать, что при всех наших проблемах у нас еще есть известные запасы и, может быть, известный ресурс того, что осознание проблемы, о которой мы обсуждаем, наступит немножко не на том этапе, как, скажем так, в странах Западной Европы, вот, где, конечно, дикой природой и, может быть, таких сообществ, которые могли бы быть названы, ну, более-менее нетронутыми, конечно, все-таки сохранилось значительно меньше, чем у нас. У нас, если я не ошибаюсь, около 70% территории занимают леса на сегодняшний день. Примерно так. Да. Да, я причиню. Все основная часть – это тайга. Это не очень, кстати, разнообразное сообщество. А вот степи, которые, скажем так, где на... Степи гибны, да? Степи, степей у нас уже таких, как, ну, как природная зона, как сообщество, уже их крайне мало. И, конечно, сохранились только в немногочисленных заповедниках, заказниках, где-то, ну, на неудобиях. А это же очень интересно и, главное, очень разнообразное сообщество. Угу. По сравнению, скажем, с той же тайгой. Поэтому, в общем, есть, пока есть, что изучать и есть, что сохранять. Но этот процесс имеет своих, много своих, конечно, влияние человека имеет негативных моментов. Но все-таки, вот вы уже начали эту тему, есть экологи-экологи, да? Мне кажется, что эта проблема, вот, отсутствие воспитания элементарного, да, природного, она во многом спровоцирована теми людьми, которые, называя себя экологами, на самом деле продают страх. Вот эта партия зеленых, скажем, да, которые просто отчаянные продавцы страха, не являясь специалистами ни в одной из заявленных тем, они этим страхом спекулируют на право и на лево. Есть экологи, которые бьют дичайшую тревогу по какому-то, по любому поводу, а человек живет, озирается и говорит, ребят, вы чего? Я вчера ходил в лес, грибы были, да, завтра, ну, сегодня лет засушливое, понятно, грибов нет, завтра пойду наберу. Заводы стоят, рыба появилась. Да, о чем они говорят? И возникает недоверие к ученым вообще. Вот внутри вашего сообщества есть какое-то разделение на кланы и некая борьба между этими кланами? Потому что невозможно же это слышать больше. Ну, вы знаете, во-первых, слово «борьба» это довольно такое громкое слово, потому что вот с теми людьми, которые вы сказали, с ними бороться невозможно, это пустое дело, они не слушают. Значит, что такое экология? Экология вообще, говорят, наука. Наука, которая исследует что? Структуру и функционирование системы надорганизменного, надорганизменного уровня, повторяю так? В связи с изменяющимися факторами среды, в том числе человеческими, антропогенными, так называемыми. Вот это наука, она наука, поэтому говорить, как у нас принято, плохая экология или хорошая, нельзя, потому что науке плохой и хорошей не бывает. Или есть наука, или нет науки. Вот, говорят, там, скажем, экология города, да, это, значит, плохо подметает город. Никакого отношения к экологии это ничего не имеет. Та же, как ничего общего не имеют вот эти все крикушествующие люди, которые пугают людей. Я с многими из них говорил, говорю, дорогие коллеги, мы ученые, давайте скажем, какой есть предел и кончим пугать. Давайте скажем, вот дальше идти нельзя. Но это сказать очень трудно, для этого нужно заниматься очень серьезной, очень трудной наукой экологии. И за очень маленькие деньги. Да, за очень маленькие деньги. Наука, экология в современном понимании, так, это эксперименты, это математические модели, это расчеты. Мы это все должны делать? Как это? Как? Значит, вот человек всю свою историю, что он делает? Он хочет получить много урожай, хороший урожай, пшеница или там рыба, чего-нибудь. Что он делает? Он упрощает систему. Он убирает лишние звенья, делает простую систему, и эта простая система дает большой выход массы, нужные нам вещества, и все. Но для того, чтобы эту систему упростить, нужно приложить колоссальную энергию. Потому что так система просто считать не будет. Она придет в свое нормальное состояние, где будет много разных других. Вот вместо пшеничного поля там будет, например, много сорняков. А ему нужно убрать сорняков. Чтобы сорняки убрать, нужно подкачивать энергию в любом виде. Видели там физических труда, видели денежный затрат, как угодно подкачать энергию. Вот этим человек занимается все время. И инзимный на трактор, да? Да, все время. Понимаете? Вот поэтому я зря говорил, что все исходит из процессов обмена. И вот соотношение между тем, что мы хотим получить или какую продукцию полезную получить, и сколько при этом растрачивается энергии на метаболический процесс, что только растрачивается. Это уходит в тепловую энергию, бессмысленно, нагрев окружающей среды. Но это неизбежность. И чем у нас сложнее система, тем больше у нас уходит энергии на рассеивание. И тогда у нас будет меньше продукции. Значит, более разнообразные системы менее продуктивны всегда. А если мы хотим получить продуктивный, мы должны убрать лишние звенья, упростить систему, но тогда мы должны подкачивать энергию из нее. И еще, отличительное качество биологических систем от небиологических, от неживых систем, то, что они открыты по энергии и веществу. То есть они могут существовать только тогда, когда есть внешний приток энергии. Если его нету, она существовать не может. И поэтому есть термодинамика, есть термодинамика открытых систем. И термодинамика открытых систем, Пригожин, получил Нобелевскую премию. Знаете, это совершенно очень сложные вопросы. На самом деле, вот те, которые называют себя экологами, я бы сказал, что это безответственные люди просто. Они делают какой-то пиар, там все. Для них это, наверное, интересно, пугает людей. Ну, вот если бы серьезно заниматься вот этой экологией, то давайте.